Так, теперь по поводу клея. Вот смотрите, на полмиллиметра вся вот эта масса власти будет двигаться. Начиная снижаться, она тянет за собой клей. И клей либо урвется, через некоторое время не выдержано вот этого всего, потому что двух компонентов, допустим, или полиуретановые, или синтетические клеи, они не выдерживают этих подвижек. Они рассчитаны на приклеивание, а не на подвижки. То есть они жесткие. Да, они жесткие. Поэтому в таких ситуациях при приклеивании к доске мы используем, как правило, а тут можно стелить? Можно, да? Мы используем эластичные клея. Такими эластичными клеями является один из наиболее популярных брендов. ЗИКО. Пишется как ЗИКО, звучит, говорят они ЗИКО. ЗИКО. ЗИКО 54-е. Либо ЗИКО 45-е. Это чуть меньше эластичное, это тянется на 300% растяжения. То есть из 10 сантиметров можно сделать 13. Такие подвижки, вот, она газа. Единственное, что я хочу сказать, что вот по майному уксу 3 сантиметра уже не надо. Ну, это у нас, как бы, пишет карту. Ну, если заказчик хочет, пожалуйста. Я скажу 45, да? Здесь производится в Швейцарии. И здесь абсолютно отсутствие знака. Высокие экологические требования. И если у вас заказчик в состоянии это все платит. Потому что факт это вообще. Она веса 13 килограмм. И стоит она, по-моему, на сегодняшний день то ли 11, то ли 12 тысяч рублей. А на сколько ее платит? Ну, на 13 метров, по-моему, не хватит. Если у вас заказчик готов заплатить за Швейцарию, высокое экологическое, пожалуйста, ЗИКО моему советую. Вот. Если нет, все мы это не считаем сейчас. И даже богатые люди у нас не пересчитать стали. То мы используем такие бренды, как артерит. Это либо 820-й артерит, либо 810-й артерит. Здесь эластичность поменьше, чем у 54-й. Примерно, может, у 45-й ЗИКО. Но бренд здесь 15 килограмм. И стоит он 5250. Ощутите работу. Когда заказчику начинаешь показывать, у нас есть намазки. То есть у нас есть дозочки, специальные помятки. На которые мы наносим этот клей древним и приклеиваем дозочки. И отдельно еще просто кусочки клей. Когда я беру этот кусочек клей и показываю, как он тянется, какой он эластичный и какой вот этот эластичный, то заказчик соглашается и говорит, ну да, как бы при площади там в 90-100 и 200 метров разница сильно сказывается. Соответственно, вот такие вот. Есть еще, это Польша. Это Польша. Польша. Так. Вот поэтому, ребята, молодцы. Польша. Так. И есть у нас еще клей Моноскил. Который тоже является эластичным. Это фирма Мир Мастер и Тадо. Вот. То есть те клей, которые позволяют доске двигаться, позволяют клею тянуться вслед за доской и не передают напряжение в стяжку. Они не рвут ее, они ее не калечат. Они просто двигаются туда-сюда. Причем у нас намазки и дикие артелиты, мы вот Моноскил мы всего два года начали так работать, они у нас достаточно старые. И одним из факторов таких вопросительных для меня было, как это ведет себя под воздействием мультрафиолета. Изначально клей не получает от мультрафиолета, он же такой прикрыт. Но я знаю, что мультрафиолет это тот материал, который много чего разрушает. И мне было интересно. Все замазки, они остались работать. И когда трогаешь там кребешок клея, мягкий. То есть он не теряет свой свой свой, своей эластичности на протяжении мультрафиолета. То есть вот, пожалуйста, это приклеенные беспороговые системы. Так вот... Продолжение следует...